Итак, всем привет! Сегодня у нас будет небольшой видео-гайдик, и я хочу вам показать, что с помощью мода Open Computers можно у вас на сервере или в одиночной игре сделать вот такую красотищу. То есть мы видим, что у нас здесь огромное стоит изображение, и оно составлено из кучи маленьких вот таких вот мониторчиков, опять-таки из мода Open Computers. И все они подключены к одному вот такому вот небольшому компу, и с помощью одной простой команды мы рисуем вот такое вот огромное опять-таки изображение на наших экранах. Это очень полезно, если вы хотите, допустим, украсить вашу спавн или вашу хату какими-нибудь интересными картиночками, и, собственно, давайте я вас научу, как можно сделать то же самое. Для начала давайте пойдем туда. У нас есть большая заготовочка. Вот такая вот. У нас, собственно, здесь стоит источник энергии бесконечный, преобразователь энергии для компьютеров, небольшой провод, к которому компьютер соединяется, сам системный блок с необходимыми компонентами, то есть с луа биосом, там жесткий с этим можно выкинуть. Так, дискета, две планки оперативки, это обязательно третьего уровня, три с половиной, хороший процессор, интернет-плата для загрузки моей программки из интернета, и обязательно видеокарта третьего уровня. И далее рекомендую поставить так называемый RAID-массив. С помощью него мы можем создать довольно-таки большую веб-файловую систему и иметь довольно-таки много места на хранение наших картиночек. Возьмем три жестких диска и вставим их в RAID-массив, вот таким вот образом. Так, далее. В компьютер вставляем дискету, ставим такой небольшой экранчик, ставим клавиатуру к нему и нажимаем кнопку включения. Наш комп включается и загружается дефолтная ОС с дискеты. Далее, пишем команду install, нажимаем 1 и наше ОС с дискета ставится на RAID-массив. Ни в коем случае диски вы не вынимаете, потому что иначе у вас RAID-массив просто сотрется. Собственно, пока у нас система ставится, давайте расположим наши экранчики. Так, где-нибудь вот скажем здесь вот, раз, два, три, четыре, пять, там не важно. Делаем экранчик максимальной длины, максимально возможной, то есть видите, у нас будет такая перегородочка между ними. И максимальной высоты, это очень важно. Так, сделаем небольшую такую платформочку, скажем, 2 на 2 или 3 на 3, насколько хватит нашего терпения. Все это, разумеется, делается вручную, то есть без WorldLogin, потому что если вы будете использовать WorldLogin или какие-нибудь плагины, то у вас вся эта фигня просто может полететь. И будет очень печально. Так, ставим. Так, но немножко расстарался, построил конструкцию 3 на 2. Ну, собственно, наш ОС уже установлен, давайте нажмем на клавишу Y и подтвердим, что наш жесткий диск готов, собственно, к работе с нашей системой. Наш компьютер запускается и загружается уже непосредственно с нашего жесткого диска, дискету можно удалить. Далее у нас загружена стандартная, собственно, системная оболочечка. Пока что мониторы не подсоединяем друг к другу. Выходим у нас на рабочий стол, запускаем браузер. У вас, собственно, эта команда будет в описании видео, но я ее пока что скопирую вручную. Так, заходим на мой постебин. TX, постебин инсталлер, мультискрин инсталлер. Копируем эту фиговинку. Опять-таки у вас все будет в описании видео. Запускаем обратно Майнкрафт. Пишем команду постебин run и вот эта фигня. Нажимаем Enter. У вас спускается инсталлер вот этой фиговинки моей, мультискриновой. Загружаясь в необходимые библиотеки. Так, мультискрин луа. И теперь мы можем отпустить программку под названием мультискрин.луа, или просто мультискрин, там не важно. У вас будет написано, здорово, ебана, добро пожаловать в программу конфигурации. Собственно, здесь нам необходимо указать количество мониторов по ширине и количество по высоте именно вот этих больших мониторов. То есть у нас их по ширине 3, по высоте 2. Собственно, так и пишем. Идем сюда. 3, 2. Масштаб не трогаем ни в коем случае, это пока что бета-версия. Теперь необходимо подключить внешние мониторы. Указать, чтобы собирать подключить какую-то фигню там из 6 мониторов, но подключили 0. Подключаем их к проводочкам, нажимаем далее. И теперь у нас запускается некий калибровщик этих мониторов. Смотрите, у нас написано, что вы должны тыркнуть пальчиком на, собственно, указанный мониторчик. Тыркаем, и монитор у нас откалибровался. Теперь идем в следующий. Тык, 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 и так далее. То есть слева направо и сверху вниз. И таким образом наша программа запоминает, где какой монитор находится. То есть мы ей вручную, так сказать, указываем. Далее. Нажимаем кнопочку, отлично, калибровка завершена. И теперь, собственно, мы способны уже рисовать какие-то картиночки. Однако у нас нет самих картиночек. Так у нас товарищ сделал день. И давайте я вам покажу, как можно залить изображение на наш компьютер. Для начала смотрим суммарное разрешение наших мониторов. 405 на 100 пикселей. То бишь, 405 вот так по горизонтали и 100 по вертикали. Сворачиваем наш Minecraft. Запускаем Photoshop или какой-нибудь любой графический редактор. Абсолютно реальный. Создадем картиночку по разрешению 405 только лишь на 200 пикселей. Потому что по высоте у нас, как вы знаете, в OpenCompers'е имеется такая вот небольшая фича. У нас по высоте пиксели, как бы, имеют в два раза больше разрешения. Поэтому, собственно, в два раза меньше, вернее, нужно указывать в два раза больше по высоте. Ну, короче, вы поняли. Создаем 405 на 200. Перетаскиваем какую-нибудь картиночку. Допустим, заготовил я Лару Крофт у нас. Масштабируем так, чтобы не было у нас белых полосочек. TX. Вот таким вот образом. И сохраняем, скажем, на рабочий стол. Desktop. Пусть будет 1.png. Сохранить. Окей. И теперь самое интересное. Для, собственно, конвертации реальных картиночек в наш OpenCompers'кий формат я накодил небольшую программочку наявки. Кроссплатформенную. Вот так она выглядит. Она немножко новая. Там у нас раньше была другая версия. Сейчас более красивая. Открываем нашу картиночку 1.png. Открыли. Выставляем разрешение 405 на 100 пикселей. Только не на 200, а уже на 100. Потому что здесь указываем реальное OpenCompers'кое разрешение. Нажимаем конвертировать. И сохраняем ее куда-нибудь. Господи. Насколько-то мудак дракона, короче, в крае убил. Поэтому такой звук странный. Короче, скример. Итак, сохраняем ее куда-нибудь. Например, фабочку htdocs на мой веб-сервер. Назовем ее Lara3x2. То есть монитор 3х2. Точка пик. Сохранили. Отлично. И теперь, собственно, эту картиночку мы можем загрузить на наш компьютер из интернета. Потому что у нас, собственно, запущен хост. И можно напрямую скачать ее с хоста. Адрес хоста у нас такой. Lara3x2.pik. Нажимаем Enter. Видите, она скачается. Собственно, вы можете залить ее на любой абсолютно хостинг. Допустим, на GitHub, на постебинку, куда угодно. То есть лишь бы была нормальная кодировка этих файлов. И теперь, собственно, открываем наш Minecraft. Пишем команду в get. То есть загрузить с интернета. Пишем http. Если у вас, собственно, этой ссылочки нет. Так. Вставляем среднюю кнопку мыши на нашу ссылочку. Нажимаем Enter. И наша картиночка загружается с интернета. Сразу скажу, что загружаться будет довольно-таки долго. Потому что файл имеет довольно-таки нехилый размер для, собственно, этого мода. Но, в конце концов, она у нас загрузится. В принципе, надеюсь, будет довольно-таки быстро это дело. Так. Пока давайте еще раз насладимся, собственно, нашей пикчей. Вон, какая у нас шикарная. То есть, в принципе, у нас нет никакого ограничения по количеству мониторов. Вы можете выставить хоть там вообще 200 штук их вперед. Единственное, у нас есть ограничения по количеству компонентов, подключаемых к компьютеру. То есть, как вы знаете, допустим, любой там RAID-массив, любой монитор, любая клавиатура – это отдельный компонент. И у компьютера есть ограничения. К примеру, можно ввести, собственно, мышечку. Давайте посмотрим. Так. Мышечка. Наводим на процесс. У нас будет написано. Количество подключаемых, поддерживаемых компонентов. Вот в 16. То есть, не больше 16, допустим, мониторов вы можете подключить в сумме, к примеру. То есть, это печально. Но если вам нужно больше мониторов использовать, просто сервер, там есть компоненты нашли. И так далее. Сейчас я вам покажу, короче говоря. Так. Наш файлик скачался. И теперь можно через совесть использовать команду для отрисовки изображения. Пишем multiscreen draw. lar3x2.pik. Нажимаем Enter. У нас писано, что загрузился файл конфигурации, загрузилось самое изображение. И наш файлик начал отрисовываться на этих экранах. Сразу предупреждаю, что отрисовка очень медленная, потому что у нас используется прямое чтение с виртуальных жестких дисков. Поэтому, собственно, скорость сильно падает. Ну, плюс здесь по графике оптимизировать уже никак нельзя. Эти промеги происходят, потому что у нас видеокарта биннится по очереди каждому монитору по адресу и отображает пиксели. И, собственно, при операции GPU Bint у нас сбивается разрешение, поэтому там обратно его ставят. Короче, вот так вот. Ну, в принципе, через некоторое время вы способны уже будете разрезать довольно-таки чутенькую, довольно-таки хорошую разрешение картиночку. Довольно-таки, в принципе, красиво. То есть, с помощью этого можно украсить свое жилье, показать себе, насколько вы богаты, потому что эти мониторы крафтятся очень дорого. Давайте даже посчитаем, к примеру. У нас здесь стоит вот такой жирный монитор. Всего у нас по мониторчикам, по количеству у нас, так-так-так-так-так, 8 аж, по-моему, на... Да, 8 на 5. То есть, всего, собственно, 40. Каждый, соответственно, у нас вот этот мониторчик имеет по мини-блоку вот этому разрешение 8 по количеству на 6. То есть, соответственно, 48. Умножаем 40 на 48, там получается довольно-таки большое число, 1600, что ли. Давайте посчитаем даже. 48 умножаем на 40. 1920. То есть, у нас всего в этом большом жирном мониторе вот 1920 вот таких вот маленьких блоков, которые можно поставить. И давайте, собственно, посмотрим их крафт. Так, у нас 4 апсиды на каждый блок и, собственно, 4 алмаза. На каждый вот такой вот блок мониторов. То есть, к примеру, это число умножаем на 4 алмаза. Вот столько нам, собственно, нужно скрафтить алмов. И дерево на 64, то есть на стак. И, собственно, написано, что у нас здесь для всего этого монитора потребуется 120 стаков алмазов. То есть, вы представляете, какая-то жесть. Ну, в принципе, если вы знакомы с модом Миндатстрелл Крафт 2, то есть вы вполне способны это сделать в Сурвайвале. То есть поставить там на автокрафт, там через оплате на жестикс и так далее. Через материю и проще. То есть, в принципе, все это вполне реально. Даже в выживании. Ну, собственно, такая вот картиночка. Давайте еще, для примера, попробуем скачать какую-нибудь другую картиночку. Зайдем в нашу ВКонтакте, например. Что у нас там? Кто там есть симпатичный? Вот, например, у нас Те Галанова. Открываем аватарочку. Открыть оригинал. Загрузить загрузки. Так, ну, собственно, давайте ее откроем. Так, загрузочки. Ну, блин, у нас порнухи, конечно, как говна. Ну ладно. Так, переместим ее на рабочий стол, чтобы было проще. Так, открыть. Десктоп. Картиночка. Разрешение абсолютно такое же выставляем. Даже не буду особо париться. Нажмем сохранить пропорции, чтобы у нас картиночка не масштабировалась никак. Сконвертировать. Опять-таки, на наш хост. Где он там? HTDocs. Назовем ее Nastia.pik. Сохраняем. И, собственно, давайте ее снова загрузим на наш компьютер. Открываем Minecraft на весь экран. Пишем в Get. Наша ссылочка. И, собственно, Enter. Наша картиночка будет загружаться сейчас с интернета. Так, наша картиночка скачалась. Пишем Multiscreen. Draft. И Nastia.pik. Нажимаем Enter. Наша картиночка загружается. И начинает рисовываться на экране. Собственно, вот таким вот занятным образом, если ваша девочка играет в Minecraft, вы можете признаться, что там ее любит еще какую-нибудь херню сделать. Ну, в общем, такие дела. Собственно, вот такая вот интересная программка. И, в принципе, она будет полезна довольно-таки даже людям о горячем выживании. И, соответственно, на одном из серверов, которые хотят как-то украсить свой спаун, скажем так. Можно какие-нибудь там правила отрисовать, там, на мониторчике правила сервера. Или рекламу продавать, скажем, платно. Там, за алмазы, там, за иридии, за реальные деньги. Не суть важна. Ну, и, собственно, давайте я вам покажу, как можно сделать так, чтобы у вас можно было подключить довольно-таки большое количество мониторов. Без ошибки. Слишком много компонентов. Там, может, короче, компов оскрашиваться просто с ошибочкой. Так, открываем наш сервер. И здесь такая фигня. Видите, компонент нашей на третий уровень. Просто ее ставите, и у вас автоматическое количество компонентов, то есть мониторов, увеличивается на 16. То есть каждый компонент нашей. И, в принципе, этого достаточно. То есть крафтите серверную стойку, впихаете сюда лучший сервер, там нажимаете включить. Собственно, и ваш сервер включается. Единственное, что перед отключением компов ни в коем случае не подключайте их к мультимониторам. Потому что у вас система будет брать совершенно произвольно какой-то из этих мониторов. И, короче говоря, отображать информацию на нем. То есть сначала загружаетесь вот так вот, на вот этом, на маленьком мониторчике. И только потом, после загрузки, подключаете ее проводом. Так, и к слову, если у вас монитор начинает мигать каким-то образом, то есть черно-черный, цветной-черный-цветной и так далее, или вообще-то ничего не горит, ставьте для них дополнительное питание. Потому что они потребляют энергию, собственно, свою внутреннюю, и вам необходимо их запитать отдельно еще. Таким вот образом. Я просто такие присосочки поставил, небольшие, то есть креативно, в принципе. Ну, можно подключить их, в принципе, проводами, какие-нибудь, на зенозастрелы, еще как-нибудь. Вот, то есть запитать их отдельно. И, собственно, давайте посмотрим нашу пикчу. Довольно-таки красиво. Целыми сутками. Так что, в общем-то, такое видео, такая вот программка. Надеюсь, она вам пригодится, и с помощью нее способны будут творить какие-нибудь шедевральные совершенно вещи. Можно наху кого-нибудь посылать или вообще порнуху отображать, или там дотку какую-нибудь на экране. Собственно, вот. Так что, всем спасибо за внимание. До новых видео, до новых встреч. До новых встреч.